снова я снова в музее юмора надеюсь он вас не задолбал ну в общем проехали дальше в предыдущей серии мы сделали наброски сделали API сервис в этой серии будем доводить проект до ума давайте для начала посмотрим что у нас есть у нас есть уже вот какое-то получение данных у нас есть какая-то вот разметка по поводу вернее отображающая компания категории но они у нас не привязаны к запросу смотрите у нас еще не крутится эта штука давайте сейчас прям сразу ее поправим это должно быть вот такая штука да вот здесь мы должны написать класс так стоп мы здесь должны написать двоеточек класс здесь мы должны так у нас есть из лоудинг и спин ну вот view это делается таким образом то есть я могу забавить конкретное значение из лоудинг а могу добавить вот такой вот класс но это как объект передается и соответственно он будет передаваться если мне атрибут вкружен из лоудинг давайте сохраним проверим что эта штука работает да смотрите крутится очень даже медленно ну ладно итак чтобы нам продолжить нам нужно определиться что нам сделать нужно первым делом у нас не работают кнопки которые должны показываться предыдущий там предыдущий следующий первый и там последний у нас должно при изменении вот этих вот категории то есть включенных должны допустим это разная если включена должно у нас найдено изменяться то есть количество то есть количество категорий выбранных должны все передаваться на сервер в параметры и а где это у нас делается давайте сразу с этого и начнем с этим со спиннером понятно где-то тут есть баттон лист стоп вот на баттон лист вот и информация о том что кликается у нас только вот этот вот у нас как бы есть забайнди на вот он клик ну теперь что-то подобное нужно сделать и для всех остальных более того нам нужно не просто делать кликабельные ну еще чтобы они у нас скрывались на самом деле тут немножечко сложность есть когда у меня вот это вот эта вот кнопка которая показывает обновить да и ну давайте не обновите назовем там случайный вот когда нажимаю у меня она ничего не зависит кроме как излоудинг и все допустим вот эта кнопка может быть стать не не как-то не активной не только когда лоудинг но и когда у меня идентификатор сущности совпадает с тем который сейчас да ну вот такая вот логика так ну и что я предлагаю сделать я предлагаю сделать я предлагаю делать метод ну какие то то есть метод который будет обрабатывать эту логику для всех остальных четырех кнопок да сначала нужно написать метод теперь написать is disabled ну то есть какая-то функция будет рассчитывать ну информация о том нужно ли включать эту кнопку или нет так соответственно мне нужно передавать value какой-то то есть идентификатор этого музей юмора вот так и первым делом первым делом дело нужно сделать следующее если если у меня модул равен ну ну то есть вообще мне ничего не передано или допустим value равно 0 но этот сервис возвращает мой 0 если не заданная информация то есть не существующая то есть следующего нету или предыдущего нету когда он является текущим вот тогда мне нужно сделать return true то есть значит нужно включить не заблит дальше мне нужно теперь сделать такую штуку нужно какую-то функцию сделать да которая будет рассчитывать но вообще вот так вот ретурн сделаем и здесь и сделаю вот так влюм больше либо равно нет либо равно если планирует а так и лучше можно сделать то влюм больше всего например на регионе то и так как и то да и так вот это нормально или это как и то у него то есть если идентификатор модели которой ну на кнопку которая попала больше либо равен это ну нужно заблокировать и мы при этом мне нужно что-то лучше давайте вот так вот сделаем, и при этом чтобы value, что-то лишнее, да, при этом чтобы value был соответственно меньше либо равен, ну видимо такой же модели, да, вы же понимаете к чему я веду, model-exhibited-identificator, ну то есть идентификатор который пришел в службу, в функцию для определения включено-выключено, должен быть больше либо равно либо меньше, соответственно, то есть таким образом получается кнопки, вот допустим вот следующая, да, которая включает следующую, она у меня будет либо включена, либо выключена в зависимости от того какой идентификатор пришел, ну и соответственно мне теперь это нужно за банди, да, то есть, нет, не так, disablet мне нужно указать теперь, что это функция у меня есть is disablet, слава богу, подсветка синтаксиса работает, ну и сюда, как вы понимаете, нужно передать модул, так это у меня next-id, ну и дальше я прошу прощения скопирую, передавь сюда, опс, что-то не так я скопировал, так что-то я промахнулся, а вот почему copy-paste это плохо, давайте вот так сделаем, ctrl-c и вот здесь сделаем вот так, ctrl-v, вот, а здесь я уже передам last-id, соответственно для этой мне нужно передать prev, ну так называется моя модель, так и здесь соответственно мне нужно написать first, ну я прошу внимание, прошу прощения не обращать, что вот last, next, prev, first, они перекрещиваются, это просто в обе модуле, вернее в сервисе сделана такая ошибка, он просто очень давно писался, видимо где-то что-то я промахнулся, ну и в общем давайте проверим, что это работает, я нажимаю, так, мне нужно сделать для начала, чтобы проверить, что работает это или нет, мне нужно сделать, чтобы у меня переходы сработали, тогда нажав на последнюю, она должна заблокироваться, нажать на первую, она заблокируется, так, давайте тогда вернемся сюда и все-таки допишем вот эту функцию, но она на самом деле очень простая, я то есть сюда буду передавать еще идентификатор, вот идентификатор как раз вот этот model, что у нас там, last-id, соответственно здесь я буду передавать, вот переключилось все отображение, видимо в длину, когда не вылезай, ну ладно, не важно, так, и здесь соответственно model next id, и вот для этого мы сделаем то же самое, и напишем здесь model, что там, prev, я кнопку не выставил, prev id, ну и последняя кнопка, которая осталась забандительная, это model.first1, ctrl-d, давайте переключимся в view, так, что-то у нас тут все сломалось, вообще кнопки не показываются, отлично, ну давайте разбираться, так, для начала, наверное, все-таки нужно открыть, да, что-то тут у нас случилось, last-id из null, а, ну да, неприятнейшая картинка, получилось, что я рендерю то, чего, вот, кстати, помните, я говорил об этом, нужно здесь это теперь все-таки добавить, если у меня модели нету, то мне рендерить нечего, поэтому я здесь напишу if model, ну то есть рендеринг должен быть только тогда, когда у меня вообще хоть что-то есть, так, но уже хорошо, только кнопки все равно не появились, ладно, ошибок нету, уже хорошо, давайте смотреть дальше, так, возможно, так, давайте проверим, что приходит, так, очень просто, да, вот так вот мы сделаем, нажмем сейчас F12, нажмем view, и давайте посмотрим, что у нас приходит, buttonList, вот так, у нас model null, а он получен, кажется, какая-то фигня, ну ладно, да, пусть будет фигня, так, смотрите, у нас есть buttonList, у нас есть такое свойство, как model, но мы его почему-то не байдим, поэтому мы сделаем model равен model, нажмем сохранить, о, а вот и кнопки, ну да, все оказалось просто, давайте проверим еще раз, непонятно, как это работало, так, ну и теперь, если я нажму на самую крайнюю, ага, я не вижу подсвечивается или нет, давайте добавим еще маленькую-маленькую хитрость, которая, которая нам поможет просто понять, правильно мы переключаем или нет, у нас где-то тут, нет, вот, у нас есть кнопки, и я сделаю вот такую штуку хитрую, я напишу title, да, вот так вот, и забанью сюда model, ой, model. ну, как вы понимаете, вот этот вот, как он, last ID, и control, и, соответственно, я сделаю это все на остальных, чтобы можно было видеть, ну, это чисто такая, как бы, хитрость, чтобы видеть, куда переключился этот текущий идентификатор, это будет, соответственно, pref, и очень плохо, если ошибешься, когда потом начинаешь дебажить, там показывается 7, а у тебя, например, 32, начинаешь делать логику по управлению этими номерами, в общем, смотрите внимательно, чтобы совпадало, так, я нажму F5, что-то мне не верится, так, да, 1, соответственно, сейчас нажму в конец самый, смотрите, кнопки заблокировались, если я сейчас включу вот третья, следующая, обе они стали активными, ну, и, в общем, если сейчас тыкну туда, да, вот, все заработало, здесь, соответственно, должно быть то же самое, да, отключились, ну, хорошо, с кнопками разобрались, теперь давайте с параметрами определимся. Итак, у нас есть некоторые параметры, например, категории, например, выбранные вот из ADUD, в смысле, для взрослых контент, и нам нужно передавать их от одного модуля, который называется категория селектор, до другого модуля, вернее, даже до сервиса, да, который генерирует запрос на сервер, обрабатываете параметры, ну, в общем-то, сделать это можно несколькими способами, первый вариант, использовать стандартную реализацию, как, допустим, в реакте, или по умолчанию прокинуть через свойства, через property, через зависимые, но я вот, мне нравится паттерн, который называется PubSub, и, в общем, его я буду использовать, я уже его делал реализацию, на самом деле, когда делал приложение на реакте, ой, не попал, где у нас, вот он, NPMJS, я просто хочу показать, здесь есть React Event Aggregator, это, не поверите, ну, эту штуку писал я, вот, видимо, никому не нужная, ну, бог с ним, это я для себя писал, вот, ну, и вообще, если честно, я его изначально назвал неправильно, поэтому называется еще GS Event Aggregator, вот, вот есть вот такая штука, да, ну, и, собственно говоря, его я и буду использовать для передачи параметров, поэтому я вот его скопирую, здесь, кстати, есть подробное описание, как его использовать, и, так вот, я сделаю, Ctrl, Escape, давайте я пока нажму Stop, ну, не настолько Stop, конечно, вот, и я установлю этот GS Event Aggregator, буду использовать его для передачи параметров, есть и другие варианты реализации, но, собственно говоря, этот паттерн ничего не нарушает, если хотите, можно его использовать, давайте запущу снова эту службу, здесь выберу, повышу, закрою, да, и вообще все закрою, так, и есть у меня Ops закрыл чем-то, есть Button, есть Button List, вернее, ну, и единственное, что мне нужно сделать для начала, да, импортировать вот этот вот самый Event Aggregator из библиотеки, Event, GS Event Aggregator, там у нас появится возможность, так, нам нужно сделать какую-то подписку, у нас появится возможность отправлять сообщение в другой U-Model, ну, для этого нужно их здесь формировать, и, так, нам нужно для начала сделать что, нам нужно сделать какую-то информацию, то есть нам нужно получить триггер, да, когда у нас любая из очка категории, ой, любая из кнопок, ой, стоп, это Button List, это не туда, нам отсюда ничего не нужно передавать, что ж вы молчите-то, так, сохранить, нам нужен категория Selector, Button List, я закрою, категория Selector, ну, конечно, категория Selector, вот, поэтому я это вставлю сюда, дальше мне нужно здесь получить какую-то информацию о том, что у меня вот эти вот, где они, кстати, вот эти вот категории, или вот этот вот чек, чек-лист был изменен, ну, для этого нужно подписаться на их изменения, в общем, для этого существует в view сделки, неприятно произносить это слово, я не знаю, как вам, он такой вот ченч, и здесь мне, думаю, нужно какой-нибудь категории Selector, Yes, категория Selector, ну, пусть будет, так, у меня список категории, да, пусть будет апдейтед, ну, и, соответственно, мне теперь нужно сделать, как вы понимаете, метод, здесь поставить запятую, и здесь написать категории Selector Updated, правильно написал, проверяем, да, подсветилось, хорошо, ну, и, в общем, раз у меня есть этот самый метод, мне нужен его, так, это метод у меня, вот, что у меня здесь должно происходить, ну, во-первых, у меня должно выбираться, ну, пусть будет, так, let, мне нужно собрать какой-то набор идентификаторов, да, этих категории, ну, тогда Selected у меня будет, DysCategories, мне нужно что сделать, мне нужно отфильтровать те, которые из Selected, помните, там есть такой идентификатор, дальше, мне нужно сделать такой payload, который из Selected, из Selected, если так можно выразиться, сделает map, ну, то есть, проекцию на, на, так, мне нужен ID только, вот, мне нужен идентификатор, ой, что-то никто нажал, о, а, что-то, ну, ты, например, захочешь, не вызовешь, а тут со мной выскакивает, так, ну, и теперь, когда у меня есть вот эта вот коллекция новых идентификаторов, я здесь как раз уже смогу использовать Event Aggregator, мне нужно опубликовать новое, новое, новое сообщение для всех подписчиков, я назову его категории, yes, ну, давайте, как, сделаем правильно, все-таки, и вот так вот, сделаем в кавычках, так, и, соответственно, payload, вот, а, ну, категория подразумевается, конечно, ну, можно оставить и категорию, но я предпочитаю все-таки именовать, именовать канал таким образом, чтобы он говорил о том, какое событие я перехватываю, категория updated, категория created, категория changed, ну, если хотите, категория new item какой-нибудь, там, я не знаю, ну, в общем, это на ваше усмотрение, в принципе, здесь можно написать большую букву H, и все это сработает, так, ну, и есть, у меня есть категория, которая меняется, также мне должна быть подписка на, вот где-то тут вот есть, adult, да, такая штука должна быть и здесь, я это, конечно, сделаю, по образу и подобию, ну, уже для, категория, ой, для update, давайте вот сюда поставлю, ctrl-v, ну, только здесь и сделаю adult, вот так вот, то есть для взрослых контент, галочка чекнута, и таким же образом мне нужно здесь создать, соответственно, метод, как там я его назвал-то, adult updated, и теперь надо проверить, что этот метод соответствует, да, соответствует, в общем, теперь мне нужно здесь сделать то же самое, а, нет, мне здесь нужно сделать вообще все просто, по большому счету мне нужно сделать только вот так, и сказать, что payload у меня теперь есть, this is adult, так, is, а, так, где он, is adult, или как он там называется, так, стоп, а у меня вообще привязки нету никакой, ну, печалька, is loading есть, adult нету, ну, давайте, давай сделаем так, ctrl-d, здесь мы пишем is adult, так, здесь у нас все правильно, type boolean, ну, теперь у меня здесь появилось это свойство is adult, и, соответственно, мне его теперь нужно, так сказать, привязать к этому, как-то вот так получилось, ну, и, ну, так бывает, и, соответственно, мне здесь нужно написать vmodel is adult, ой, да что я не попадаю на эту кнопку, is adult, дальше нам, соответственно, нужно подписаться на эти изменения, конечно же, это будет происходить вот здесь, в Application Service, потому что у нас здесь метод getRandom, тут какой-то лишний пробел, давайте удалим, здесь напишем импорт eventaggregator from JS eventaggregator, так, есть у нас eventaggregator, теперь нужно сделать, что, давайте сделаем вот так вот, ну, во-первых, а, так, вот это всяк, здесь мне должна быть написано adult change, да, поэтому я сейчас вот сначала сделаю подписку на изменениях, так, мне нужно здесь сделать какую-нибудь штуку, которая будет, как бы, примерно говорить о том, что у вас там метод изменился, ну, и это лучше, конечно, делать в конструкторе, так, ну, давайте тогда в конструкторе не будем никакой метод делать, все, я обычно это делаю, и вторая, ой, и вторая подписка у меня будет на, соответственно, вот этот вот, вот, ну, и, само собой, здесь будет subscribe, и вместо payload у меня будет передаваться такой массив компонентов, первое, это название непосредственно канала channel, ну, и payload, тот самый, то же самое будет у меня для второй подписки, соответственно, тоже будет subscribe, прошу прощения за копирование, за copy-paste, ну, просто, просто, потому что так быстрее, мне, чтобы ваше время сэкономить, так проще, и так, здесь мы каталоги отдаем на payload информацию, заменяем, а здесь, соответственно, из adult, как вы видите, соответственно, тоже станет обновленным, ну, это теоретически можно, конечно, проверить, ну, даже нужно проверить, хотя, я себе верю, не знаю, как вы, в общем, таким образом, у нас при изменении каких-то вот в этой штуке придут это, и если мы сейчас это все запустим, мы увидим, что у нас ничего не работает, я какую-то штуку, видимо, нечаянно подключил, да, вот какую-то штуку непонятную, ну, не знаю, не хочу пока разбираться, view, framework, это вот не мое, я вот обещаю написать статью, в которой я пишу, собственно говоря, свои впечатления по поводу использованных фреймворков, вот, и сейчас мы видим, смотрите, все заработало, да, то есть я выбрал анекдоты, у меня 1055, я убрал истории, вот, 86, теперь подключаю еще для взрослых, смотрите, тоже изменилось, ну, как я и говорил, все, вот эта штука работает, ну, и если я сейчас включу все, там на сайте, по-моему, порядка, там, 6000, да, вот, ну, в общем, работает, переключал, кову, это работает, давайте, давайте, так, а что нам дальше-то делать нужно, опа, наверное, все, а, ну, давайте вот эту вот кнопку сделаем кликабельно, что при выборе конкретного, ну, допустим, этот, я переходил на сайт, это, по-моему, единственное, что еще хотел сделать, ну, давайте так и сделаем, так, это у нас находится в компоненте Humor Viewer, у нас здесь разметка есть, и в разметке есть кнопка, где-то тут, Span Button, вот он, ну, что здесь можно сделать, можно, ну, я сделаю метод, да, пусть будет метод, который будет перенаправлять на сайт музея юмора, для этого я сделаю, опс, для этого я сделаю, какой-нибудь гото, музею, ну, вот такую штуку я сделаю, вот, и здесь передается в, ну, айдишник, теоретически передается, и здесь я сделаю такую штуку Windows, ой, Windows, Location, нет, Location равен, давайте я полностью напишу, а, подождите, у нас есть секретный класс, который называется Import Configuration, а с KFG, ну, для сокращения, from, так, from, сейчас найдем, так, это должно быть вот здесь, Configuration, вот, и, соответственно, я должен тогда отсюда сделать интерполяцию, здесь поставить вот такую штуку симпатичную, здесь написать KFG, и вот он, Base URL, так, у меня там API подставляется, черт побери, не подходит, но, тем не менее, мы можем тогда сделать другим способом, у меня просто нужно переходить немножко на другой URL, поэтому я здесь напишу, не, Base, а, Goto какой-нибудь URL, да, вот, и он будет вот такой вот, здесь будет museum slash show, вот, сохранить, и теперь здесь я могу использовать вот этот вот самый Goto URL, ну, и здесь подставить единственное, что мне остается, тот самый ID, я сделал тоже вот так вот, ID, давайте сохраним, теперь можно вот эту функцию заиспользовать при нажатии на этой кнопке, тут тоже все очень просто, я говорю, where on click, здесь остается только добавить хендер, причем, вот, goto museum, а, стоп, мне нужно, ну, во-первых, мне нужно сделать это вот таким способом, через функцию, через стрелку, да, потому что мне, во-первых, нужно сюда передать идентификатор, сертификатор ID, так, с большой буквы, вот, давайте проверим, что это работает, сертификатор раз, да, все работает, ну, в общем-то, наверное, на этом, наверное, на этом все, потому что, в общем-то, мне больше того вам показать нечего, так, ну, прежде чем закончить, отвечу на вопрос, нет, на анагуляре я это делать не буду, потому что, черт, мне как-то ангуляр совсем не нравится, он, в общем, он мне не нравится, поэтому я не буду на нем делать. Я сделаю сравнительную статью в своем блоге, давайте я вам его покажу, если будет интересно, заходите, почитайте, вот, здесь я подпишу всякую гадость, иногда даже про программирование, в общем, смотрите, я сделаю статью, в котором опишу весь опыт, ну, который у меня был, при вот изучении вот этого эксперимента с GS, да, то есть на React, на Vue, на Aurelie, я напишу сравнительную таблицу, что для чего, как, ну, а на этом все, я прощаюсь, всего доброго, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, фух...